Сергей Фанвизин. Записки свободной женщины. Петроград, 1915 год. От издателя. Я кончала деваться. Звонок в телефон. Встаю я рано, не по-петербургски, в шесть часов. Подумала ошибка. Оказалось, однако, что звонил мой приятель, известный билетрист. Голос еле слышен, не говорит, а шепчет. Необходимо тебя видеть по важному делу. Сам прийти, как знаешь, не могу. Зайди, пожалуйста, сегодня в 11 часов. Но только ровно в 11, ни раньше и ни позже. Придешь? Конечно, приду. Спасибо. Говорить больше неудобно. Пока. Прощай. Почему шепот? Почему такое точное обозначение часа? Неужели с ним опять что-нибудь случилось? За последнее время ему, бедняги, не везет. Только что стал поправляться после раны, полученной на дуэли, как на него обрушилось тяжелое горе, потери любимой женщины. И он опять слег. Я уезжал на две недели в деревню, не видел его уже с месяц, и теперь этот таинственный призыв не на шутку меня обеспокоил. Ровно в 11 я нажимал кнопку у его дверей. Он полулежал на такте, в халате, и, взглянув на него, я с трудом подавил возглас удивления. До того он изменился. Худ, как щепка, бледен, как мертвец, а на щеках зловещие красные пятна. Что, хорош? Не ожидал? Сказал он, протягивая руку и слабо улыбаясь. Чего не ожидал? Пожал я плечами. Я же знал, что ты болен. А как ты себя чувствуешь вообще? — Превосходно. Так, как подобает умирающему. И он засмеялся, но тотчас же схватился за грудь и стал кашлять, хрипло, надрывисто, с трудом отхаркивая мокроту, стоявшую рядом на низеньком столике чашку с какой-то жидкостью. — Ну уж умирающему, — протянул я иронически, когда он затих и, тяжело дыша, откинулся на подушку. — Зачем ты преувеличиваешь? — А ты зачем притворяешься? — махнул он рукой. — Как будто я маленький, сам не понимаю. — Да не во мне дело. Я вызвал тебя вот для чего. У меня к тебе большая, большая просьба. Он оглянулся и понизил голос, словно боялся, что его услышат. — Да кстати, — перебил я, — почему такая таинственность? Почему ты говорил в телефон шепотом? Почему и теперь как будто чего-то боишься? — Конечно, боюсь. Жена приехала. — Как, опять? — вырвалась у меня. — Да. Как только услышала о катастрофе и что я опять слег, тотчас и прикатила. — Любовь, ничего не поделаешь, — насмешливо добавил он. — Но чего же ты все-таки боишься? — Боюсь, чтобы она не помешала мне и тебе также исполнить то, о чем я тебя буду просить. Теперь она в церкви. Я рассчитал, что у нас будет свободный час. Но кто ее знает, может вернуться и раньше. Нельзя терять ни минуты. Он торопливо достал из кармана халата-кошелек, вынул из него ключ и протянул мне. — Возьми и отопри тот шкафик. Видишь, тетради? Это дневник. Ну, ты знаешь, чей. Я решил его издать. Пусть он будет ей памятником, ведь она таковой заслужила. Но для этого требуется большая предварительная работа. Издать его весь полностью немыслимо. Тут 57 тетрадей. Она вела его почти изо дня в день 12 лет. Листов сто печатных наберется, если не больше. Надо сделать тщательную выборку, чтобы книга вышла удобочитаема. Это раз. А потом придется и почистить основательно. Хотя, по-моему, она обладала несомненным литературным дарованием, но писала не для печати, а это, сам знаешь, большая разница. Работа скучная, неблагодарная. Слов нет. И тем не менее. Он приостановился. И, глядя на меня пристальным, лихорадочным взглядом, закончил совсем неожиданно. Обращаюсь к тебе с убедительной просьбой принять этот труд на себя. «Ну, позволь», — сказал я с удивлением. «Ты знал ее лучше и ближе, чем кто бы то ни было. Почему ты сам не займешься этим? Тебе и книги в руки?» «Ах, нет, нет», — он закачал головой. «Это невозможно. Совсем невозможно. Слушай. Во-первых, я слишком ее любил. Мне дорога каждая ее строчка. Но смогу ли я, подумай, сделать надлежащую выборку? Ведь для этого придется. Я знаю, выкинуть чуть не девять десятых дневника. Во-вторых, в нем много говорится обо мне лично. Выйдет своего рода самореклама. Хотя, в сущности, это неважно. Тем более. Но главное, мне такая работа не под силам. Я и теперь еле двигаюсь. А на днях меня везут в Давос. Где уж мне? Да и пора. Довольно я настрадался. Пора окунаться в нирвану. Ведь только мысль о дневнике не давала покоя. Но теперь... Ведь ты согласен, обещаешь, да? Хорошо, — ответил я нерешительно. Но... Нет, нет, пожалуйста, без всяких но. Сделай это ради меня, ради нашей дружбы. И дай мне спокойно умереть. Да, но все-таки мне хотелось бы заняться этим, сообща с тобой. Твои советы, указания будут очень ценные. Конечно. Конечно. Я и сам имел это в виду. Просмотри дневник как можно скорее. Наметь, что, по-твоему, следует сохранить, и тогда приходи. Пока я здесь, можем совещаться хоть каждый день. Когда же уеду, будем переписываться. Но только ради Бога. Никогда в своих письмах не упоминай ее имени. Что это ее дневник. Пиши, как будто дело идет о твоей личной работе, о твоем новом произведении. Он взглянул на часы и ахнул. Скорей, скорей. Вот оберточная бумага. Вот веревки. Завертывай и уходи. Уж извини. И на губах его появилась жалкая усмешка. Помочь тебе не могу, а прислугу звать неудобно. Жена так подозрительно расспрашивает о каждом моем шаге. Сейчас начнутся вопросы. Что? Как? Почему? А для меня это зарез. Дверь я тебе сам открою. Как-нибудь доплетусь. Никто ничего и не узнает. Он устало замолчал. Потом стал тереть лоб, как человек, старающийся что-то припомнить. Хотел тебя еще о чем-то предупредить и забыл. Ах ты, Господи, да вот, когда будешь ко мне заходить, тетради с собой не бери. Я знаю, дневник почти наизусть, ведь он уже давно у меня, за исключением. Впрочем, последней тетради, которую я нашел открытой на ее столе, с еще не высохшими чернилами. Да, как подумаешь, лицо его страдальчески сморщилось. Он опять схватился за грудь и закашлял. А ты бы помолчал, сказал я. Ты говоришь, не переставай, а тебе это вредно. Я могу прийти хоть завтра, тогда и доскажешь то, чего сегодня не успел. Он вытер глаза, на которых выступили слезы. Спасибо. Но теперь кажется все. Да. Само собой разумеется, что фамилии действующих лиц должны быть изменены. Я сделаю это сам и передам тебе список. Что? Тяжело? Усмехнулся он, заметив, что я не без усилия спустил завернутые тетради на пол. Тюк порядный. Ну, как-нибудь до Швейцара донесешь. Он медленно, с трудом передвигая ноги, прошел за мной в переднюю и уже вдогонку перед тем, как закрыть дверь, нашел нужным предупредить. Если по чечаянию встретишь жену, скажи, что это собственные твои книги, находившиеся у меня, что я просил их взять по случаю нашего отъезда. После этого я виделся с ним раза три-четыре, а через месяц его увезли в Давос. Согласно его желанию, я писал ему еженедельно. Отвечал он аккуратно, но чисто деловыми письмами, в которых говорил исключительно о записках. О себе, о своем здоровье, несмотря на мои настоятельные просьбы, почти совсем не упоминал, ограничиваясь краткой припиской в конце письма, чувствую себя по-прежнему. Так прошло месяцев семь-восемь должно быть, и вдруг его письма прекратились. Рассчитывая, что в случае какого-нибудь осложнения в его здоровье его жена, находившаяся при нем безотлучно, тотчас же меня уведомит, она обещала мне это перед отъездом. Я не беспокоился, продолжая сам писать ему по обыкновению. Но когда прошел целый месяц, а писем не было, я послал запросную телеграмму в санаторию, на которую тотчас же получил ответ. Такой-то скончался тогда-то, недели две назад. Его жена и в этом случае осталась верной себе. Она всю жизнь смотрела на друзей своего мужа как на врагов и не сочла нужным уведомить об его смерти кого бы то ни было. Тем более был я удивлен, когда года через полтора после его кончины она явилась ко мне самолично. Я ее никогда не любил. Я знал, как много горя причинила она моему приятелю, но прежде из уважения к нему я скрывал свою антипатию и был с нею всегда вежлив и любезен, теперь же не счел нужным стесняться и тотчас же и откровенно высказал ей свое негодование. Ваш муж был талантливым писателем, его многие знали, ценили и уважали, а вы никого не уведомили об его кончине, даже его друзей, людей ему близких. Мало того, похоронили его тайком от всех, ведь и теперь никому в точности неизвестно, где покоится его прах. Это возмутительно. Этому название не подберешь, вы не имели никакого права так поступать. Она слушала молча, но лицо ее дергалось, а глаза, широко раскрытые, лихорадочные, горели злобой. Когда же я кончил, она, захлебываясь и брызжа слюной, залила меня, как из прорвавшейся плотины, целым потоком обидных, язвительных слов. Писатель! Ха! Какое мне дело, что он был писателем! Прежде всего он был моим мужем, и я имела полное право делать с его прахом, что хотела. Писатель! Какая, подумаешь, великая птица! Вот где его писательство у меня сидит! Из-за него вся моя жизнь была сплошной каторгой. Я намучилась и страдалась. Да вот и теперь, когда он уже умер, продолжаю подвергаться оскорблениям. Его друзья, близкие, скажите, да ведь его друзья были лютыми его врагами, и первый из них вы, кто, как не вы, ускорили его смерть. Да, да, и не принимайте такого удивленного вида. Я говорю истинную правду. Для чего это, скажите, пожалуйста? Вы затеяли с ним деловую переписку. Ведь каждое ваше письмо волновало его так? Так, как я и сказать не могу. Еще больше волновался он, когда вам отвечал. А доктор одно только и твердит. Для него всякое волнение — яд. Ну что же могла я сделать? Он совсем от рук отбился. Перехватывала ваши письма, пробовала ему не давать. Хнычет, стонет, умоляет. Я знаю, что письмо есть, отдай его, ты меня убиваешь. Еще хуже выходило. Да уж совсем извела меня ваша переписка. Как благородно, гуманно. Человек умирает, вы его знаете, а требуете от него советов, указаний, заставляете его работать над чужим произведением, последние соки из него вытягиваете. Чужими руками жар загребать. Ах, как хорошо, как честно. И чем это вы его так обворожили? Не пойму решительно, не пойму. Ведь он никогда ни к одной собственной работе так горячо не относился, как к вашим этим запискам. До чего дошел? Совсем уже умирает. Лежит в забытии. Доктор говорит, сейчас конец. Вдруг открывает глаза. И не угодно ли, вместо того, чтобы подумать обо мне, меня позвать, проститься со мной, требует бумаги и пишет вам и опять о ваших записках. На тебе вот, берите, любуйтесь и радуйтесь. И она бросила мне на стол сложенный пополам листик почтовой бумаги. «Да это не он писал, это не его почерк», сказал я, развернув бумагу. «Конечно, не его, это я писала. А его записку? Я тогда же разорвала. Очень нужно было мне ее передавать. Я твердо надеялась, что никогда вас больше не увижу, но...» Она как-то вся съежилась. Лицо ее приняло жалкое выражение. В глазах показались слезы, и тихо-тихо, чуть слышно, она добавила. «Он являлся мне уже два раза во сне. Или наяву, и сама не знаю. Требовал, чтобы я к вам пошла, сказала, грозил вечными муками. И вот, и вот я написала и пришла». И вдруг она громко всхлипнула и закрыла лицо руками. «Да она сумасшедшая», — подумал я, и мне стало жаль ее. «Успокойтесь», — начал было я. Но она, словно вскинутая пружиной, была уже на ногах, опять лицо ее перекосилось, и опять она забрызгала слюной. «Прощайте!» «На этот раз, надеюсь, навсегда и желаю от души, желаю, чтобы ваши проклятые записки с треском провалились!» Я взял листок и еще раз перечитал написанное. «Прощай, умираю, но жалею только о том, что не удалось прочесть твоих записок. Умоляю, кончай их скорее и помни, ничего не изменяй в Карелине». Мне стало грустно и больно. Да, я перед ним виноват. Я забросил дневник, то есть, вернее, работал над ним в свободное время только урывками. Меня тяготила эта работа, и я приступал к ней с тяжелым чувством. Приходилось слишком много выбрасывать. Иногда записи нескольких лет, вследствие чего получались какие-то отрывки, бессвязные и порой бессмысленные. Тогда по неволе надо было делать вставки от себя, что, в свою очередь, нарушало цельность впечатления. С другой стороны, в дневнике много говорилось о моем приятеле, и не всегда так, как, по-моему, следовало бы, как он того заслуживал. Я не могу утверждать, конечно, чтобы автор дневника не понял и не оценил столь глубоко любившего его человека. Однако, несомненно, что под его пером светлый образ моего приятеля вышел не только неприкрашенным, но гораздо менее привлекательным, чем он был на самом деле. Но я слишком любил, уважал покойного, а потому относиться к этому безразлично не мог, и еще в Петербурге до его отъезда, как только прочел дневник, просил разрешения кое-что выпустить, изменить. Об этом же писал ему несколько раз и вдовоз, но очень уступчивый во всем остальном он в этом случае выказывал удивительное упорство. Я продолжаю настаивать самым решительным образом, чтобы в тех местах, где говорится о Карелине, ты не изменял ни единого слова, за исключением, конечно, необходимых исправлений слога. Вот что он писал в последнем своем письме, а теперь и предсмертная его записка говорит о том же. Ну, что делать? Пусть будет по его. В конце концов, я простой исполнитель его воли, для меня священный, и не считаю себя вправе поступать вопреки столь ясно выраженному им желанию. С. Ф. С. Ф. С. 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 С.